В механических часах нет ни батарейки, ни микросхем. Вместо этого в них есть особый механизм, измеряющий время. Его называют часовым механизмом, и он служит своего рода двигателем часов. Этот механизм заставляет часы работать за счет энергии, получаемой от туго натянутой пружины. Пружина равномерными порциями передает энергию сложной системе шестеренок. Главные части механических часов – это заводная пружина, ангренаж или колесная система, баланс, спусковой механизм и циферблат. Заводная пружина накапливает энергию, необходимую для функционирования часов. Считайте, что это сердце ваших часов или их топливный бак. Пружина представляет собой железную и спиральную ленту. Разобрав часы, можно увидеть, что эта пружина располагается внутри цилиндрического барабана. Когда пружина полностью натянута, барабан начинает раскручиваться. Вот откуда берется сила, вызывающая движение. Чтобы зарядить пружину энергией, нужно покрутить заводную головку – часть заводного механизма часов. Чтобы установить время, головку нужно вытянуть, а чтобы завести часы – задвинуть обратно. В зависимости от вашей цели задействуются разные наборы шестеренок. К заводной головке крепится стержень, оснащенный механизмом, который называется кулачковая муфта. Он состоит из двух колец с зубьями и чем-то напоминает челюсть акулы. Когда вы задвигаете стержень, внешние зубья двигаются и поворачивают храповик. Он располагается над барабаном с заводной пружиной. Двигаясь, храповик поворачивает стержень, к которому прикреплен внутренний кончик пружины. Чем сильнее поворачивается стержень, тем плотнее пружина оборачивается вокруг него. Специальный рычажок-собачка прижат к зубьям храповика. Благодаря ему храповик вращается только в одном направлении. Нет ни единого шанса, что пружина уйдет в отрыв, даже после трудной рабочей недели. В заводном механизме есть и другие детали. Заводной рычаг оснащен пружиной для наружного напряжения. Он двигает металлическое колесико, которое называется заводной триб. С обеих сторон у него крошечные зубчики. Они взаимодействуют с шестеренками либо заводного механизма, либо установочного. Все зависит от того, что вам необходимо сделать. Когда вы устанавливаете время, переводной рычаг прижимается к заводному рычагу и двигает его внутрь. А когда вы заводите часы, переводной рычаг выталкивает заводную наружу. Перемычка переводного рычага удерживает весь механизм. Вы можете слышать, как она щелкает, когда вы меняете режимы. В общем, когда вы поворачиваете заводную головку, сила заводной пружины вращает барабан, а он, в свою очередь, передает часть энергии шестеренкам. В среднем механические часы идут от 36 до 72 часов на одном заводе. Но некоторые механизмы могут работать целую неделю. Все зависит от размера заводной пружины, а он, в свою очередь, зависит от размера корпуса часов и от того, сколько энергии им требуется. Если механизм изношенный или грязный, это затрудняет передачу энергии от пружины к спусковому механизму. Энергия передается из одной части часов в другую через колесную систему. Она состоит из центрального колеса, промежуточного колеса и секундного колеса. Барабан заводной пружины управляет центральным колесом. Оно совершает одно вращение в минуту и управляет минутной стрелкой и шестеренками, управляющими часовой стрелкой. Маленькое колесико, приводной трип, двигает минутную стрелку. Этот трип касается стержня центрального колеса, что двигает колесико минутной стрелки, которое, в свою очередь, двигает колесико часовой стрелки. Последнее делает полный оборот каждые 12 часов. Центральное колесо также двигает трип промежуточного колеса. Поток энергии проходит через это колесо к секундному. Секундное колесо может располагаться по центру или на отметке 6 часов на циферблате. Это колесо делает один полный оборот за минуту и двигает секундную стрелку. Ось каждого из колес опирается на подшипник из искусственных драгоценных камней. Это помогает снизить трение между деталями механизма, благодаря чему часы служат десятилетиями. Среди камней гранат, кварц и даже стекло. Раньше в самые дорогие часы ставили настоящие рубины и сапфиры. Сейчас производители часов выращивают искусственные кристаллы сапфиры и рубина. Они стали довольно дешевыми, поэтому теперь их используют во всех механических часах. Чтобы контролировать поток энергии и не допускать хаотичного движения колес, механические часы оснащены спусковым механизмом. Благодаря ему энергия не утекает вся разом. Энергия заведенной пружины выделяется порционно строго в заданное время. Спусковой механизм состоит из анкерного колеса и анкерной вилки. Кстати, фирменное тиканье механических часов – это звук соприкосновения анкера с зубчиками анкерного колеса. Анкерное колесо отличается от остальных. Оно сделано из особой и наиболее прочной стали. Все потому, что оно постоянно подвергается ударам, которые наносит анкерная вилка. Один оборот анкерного колеса называется колебанием. Частота колебаний в обычных часах составляет 6 колебаний в секунду, 21 600 колебаний в час и более 518 тысяч колебаний в сутки. Балансовое колесо – это самый хрупкий элемент ваших часов, поэтому его защищает особая система, поглощающая удары. Она состоит из подшипников и так называемого импульсного камня. Эта система защитит балансовое колесо, если вы случайно уроните часы. Балансовое колесо двигается из стороны в сторону в умеренном ритме. На каждое движение затрачивается одинаковое количество времени. Балансовые кольца в большинстве часов совершают 5, 6, 8 или 10 колебаний в секунду. Взгляните на секундную стрелку. Видите, это плавное раскачивание. Это как раз результат колебаний. Волосковая пружина очень нежная и хрупкая. Скручиваясь, она позволяет балансовому колесу вернуться в центр. Для настройки активной длины волосковой пружины нужен регулятор. Это позволяет контролировать скорость колебаний балансового колеса. У регулятора есть два штифта. Они огибают последний круг пружины и удерживают ту ее часть, что лежит за ними. Другими словами, расположение штифтов определяет длину волосковой пружины. Если протолкнуть штифты выше вдоль пружины, это уменьшит ее длину. Колесо начнет двигаться быстрее, соответственно, часы тоже пойдут быстрее. Волосковая пружина и балансовое колесо – сердце механизма. Эти два элемента отвечают за измерение времени. Циферблат – это лицо ваших часов. Он оснащен двумя или тремя вращающимися стрелками. Это та часть, которую вы видите и которая помогает вам определять время. Однако опорная конструкция не менее важна для функционирования часов, чем циферблат. Барабанный мост поддерживает сам барабан. Заводную пружину и те части, без которых они не могут работать. Ангренажный мост поддерживает части колесной системы. Балансовый мост поддерживает регулятор с балансовым колесом, а на опорной пластине, по сути, закреплены все части механизма. Вот так все элементы и работают вместе. Заводная головка активирует заводную пружину. Ее энергия передается на балансовое колесо через систему шестеренок. Спусковой механизм отпускает колеса. С каждым колебанием балансового колеса они двигают стрелки часов с постоянной скоростью. В некоторых механических часах также есть дополнительные встроенные механизмы. Одним из них является система автоподзавода. С ней вам не нужно заводить часы вручную с помощью заводной головки. Вместо этого пружину автоматически заводит специальное устройство с грузом и поворотным механизмом всякий раз, когда вы двигаете запястьем. Этот особый механизм представляет собой полукруглый груз, который заводит часы благодаря гравитации и движениям ваших рук. Очень удобно. Здравы! Здравы будьте, братья и сестры моего Христе! Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, ну отгуляли уже, ну все, закончилось уже, прошла целая неделя после нового года. И у меня, как вы видите, целая пирамидка. Пирамидка из текущих заказов, которые я обещал показывать. Там уже все видели, но просили показывать все, что делаю. Поэтому покажу для тех, кто не видел, да, если кто-то нарвется впервые на наш канал, друзья мои. Вот, была задержка сильная, ну не сильная, недели две, наверное, задержка. Это все декабрьские заказы я еще заканчиваю. Была задержка. Вот такой, вот такой мешок приехал. И было там, в основном, корпуса были. Ну и по мелочи кое-что. Не знаю причину задержки. Где-то в две недельки задержалась. Кстати, друзья мои, о задержках. Для тех, кто хочет что-то себе заказать на Алиэкспресс в Китае. Напоминаю, друзья мои, что скоро, скоро они уйдут на Новый год. Мы-то уже отгуляли, а они-то еще нет. Ну, точнее, они тоже празднуют по европейским там всяким законам, да. То есть, ну, с 31 на 1, да, по современному миру. Но в то же время их родной китайский Новый год начинается в феврале. Вот. У этого Нового года у них нет точной даты. Там постоянно приходится высчитывать число, потому что там от Новолуния зависит. В этом году он у них приходится, этот Новый год начинается 10 февраля, друзья мои. 10 февраля и уходят они как минимум отдыхать на Новый год на две недели. Вот в прошлом году я прилип, потому что у меня были заказы. И мы в этот как раз заказывали в это время. Они ничего не отправляют. Они никто не работает. Говорят, русские много пьют. Да нихера подобного. Эти почти месяц бухали, гуляли там, понимаете. И была задержка вообще почти на два месяца. То есть, пока там они отгуляли, пока отправили. Так что вот, имейте в виду, друзья мои. Нужно заказывать или до 10 февраля, или после 24. Вот у них две недели Новый год, как правило. И потом начинают работать. Так что вот, имейте в виду. Имейте в виду. Ну, слава богу, все приехало. Я вон наколбасил уже, наколбасил. С замечательных часов там такие мои почти все любимые модели. Дорого-богато. Вот так вот, дорого-богато, как я говорю. И сейчас я вам все это дело покажу. Кстати, еще маленький нюанс, такой интересный, насчет китайского Нового года. Потому что он же у них сейчас будет не 2024, как у нас. А знаете какой? 4721. У них наступает вот этот Новый год. 4721. Ну, естественно, потому что это у нас от Рождества Христова. А у них как шло, так вот и шло. Пятое тысячелетие уже. Вот такие дела, друзья мои. Ну, все. Не рассусоливаем. Я переставляю камеру и смотрим, что я наваял. Наваял замечательных часов, друзья мои. Есть титан, метеорит, бронза. Все дела. Поехали смотреть. Поехали. Посмотрите, посмотрите, други мои, какая замечательная подборка. Подборка у нас сегодня. Еще раз говорю, что многие все уже это видели. Ну, есть один-два там, да, вариантов, которых, в принципе, еще не особо делали. Итак, поехали, други мои. Смотреть. Начинаем. Ну, одни из самых дорогих часов так, что с фокусом. Други мои, это мои любимчики тоже, да. Вот вы видите их на руке. Многие уже видели. Значит, для тех, кто не знает, поясняю. Часы не дешевые. Получаются 40 с лишним тысяч рублей. Почему, друзья мои? Да, потому что это Сейка Сегун, друзья мои. Форм-фактор, я имею в виду, корпуса. Это все титан, то есть и корпус, и браслет титановые. Бейзель, керамика. И, друзья мои, почему так дорого? Потому что здесь стоит циферблат из натурального метеорита. Это натуральный метеорит, и подобный циферблат стоит в районе 20 тысяч рублей. Один циферблат, напоминаю. Вот так вот. Вот, как вы видите, вот они, братья. Как я уже говорил, что таких часов не было даже у Майкла Джексона. Вот, есть у меня и еще у пары-тройки человек. Вот такие вот заказали. Замечательные часики. 42 диаметром корпус по бейзелю. То есть, такие хорошие мужские часы. Все очень красиво. Сапфир, стрелочки сейковские замечательные. Очень сильный люминофор. Очень сильно, ребята. Он светится даже днем, просто днем. Вот. Все вот так. И там у нас на крышечке вот такой Сегун. Самурай с мечом. Да. Все титановое, все кайфовое. Вот. Первые у нас часики замечательные. В коробочку. Дальше, друзья мои. Ну, поехали снизу вверх, да. Здесь у нас, друзья мои, классический, классический эксплойер. Хамаш на Rolex Explorer в золотом цвете. Заказчик захотел золотые часики, золотые метки, золотые стрелки. Вот такой эксплойер. В 36-м корпусе, друзья мои. То есть, небольшое у человека запястье. Поэтому сделали вот такие вот хорошенькие часы. Да. Тоже сапфир. Все хорошо. Сталь хорошая. Все красиво. Вот такой вот эксплойер. Можно сделать, естественно, и в 40-м корпусе. Точно подобное такое же исполнение. Все корпуса, друзья мои, с хорошей водозащитой. Минимум на 100 метров. Вот. А дальше у нас идут 500-очки. Еще тут парочка, да. Двое одинаковых. Вот они. Мои вторые любимчики. Это самый мужской корпус. И самые мужские часы. Хамаш на Rolex Deep C. Мои любимые. У меня тоже такие есть. Охрененные часы, друзья мои. 44 по базилю у них размер. И 47 по заводной головке. Большой, большой увесистый корпус. С клапаном, с гелиевым. Вес, друзья мои, реально хороший. Они весят почти 250 грамм. То есть, этими часами можно реально ушатать. Вот. Вот такие вот мужские часы. Тут все написано. Вот это вот черное пятно. Здесь очень хорошо делать гравировку. На черном фоне очень замечательно все видно и показывает. Вот такие. Тоже керамика. Сапфир. Все офигенно. Все базили вращаются. Однонаправленные. И, как правило, у всех этих корпусов на 120 щелчков. На 120 кликов. Вот такая вот парочка. Увидели. Поехали теперь в верхний ряд, друзья мои. Ну, вот такую черепашку мы, по-моему, еще не делали. Не помню. Показываю. Черная черепаха. Да еще и черный дождь, черная береза, циферблат. Рифленый. Очень симпатичный, красивый, необычный. Вот такой. Вот такая черепаха с ухом. Это большая черепаха. Да. Безель в стиле яхтмастер. С выпуклой. Да. Видите, выпуклые цифры. Все замечательно. На 200 метров корпус. Сапфир. Кстати, сапфир, видите, с фасочкой. Красиво. Очень фаска снята на стекле. Вот такие. Вот такие вот. Черная черепашка. Вот такая. Тоже они не маленькие у нас. Они крупные довольно-таки. Я забыл. Давайте померяем сколько. По безелю они у нас получаются. По безелю. 41 с копейкой. Но и сам корпус такой широкий. Сейчас. Как-то аккуратненько. 43 с копейкой. Но здесь еще вот это вот ухо. Если по уху померить. Так они вообще получаются. Бугайские. Ну, смотря как мерить. Короче, приличные. Приличные мужские часы. Вот такие. Черная черепаха. Естественно, есть такие. И можно сделать и стальные. Да. В обычной стали. Как вам? Вы, кстати, выбирайте все-таки. И пишите, что вам из этой серии больше понравится. Потом еще все покажу. Чтобы вы как-то сделали выбор. Теперь, друзья мои, у нас на очереди Кусон 8. Напоминаю, что такое Кусон 8. Это бронза. Друзья мои. Партизанские. Партизанские часы. Ей богу. Заказчик очень захотел себе в бронзовом корпусе. Корпус выбрал. Бронзовых корпусов не так много. Но вот есть выбор. В том числе и вот этот напоминающий нам Rolex Submariner корпус. Ну, с Безелем Яхтмастер опять же. Потому что выпуклые цифры. Вот. Вот такой вот бронзовый корпус. Головка уже патиной сильно покрылась. Я пока не ехал и пока делал, уже все покрывается патиной. И заказчик говорит, не хочу никаких логотипов. Вообще никаких. Кстати, замечательный циферблат. Надо, наверное, свет включить. Потому что он такой лакированный. Лакированный. Да, ну. Надо снять. Сдуть пыльцу. Вот. Лакированный блестит. И выбирали стрелки. Сначала вроде решили делать обычные. Как у Rolex эти, Mercedes. Но, говорит, заказчик вообще, говорит, не хочу, чтобы мне что-то напоминало о Rolex. То есть, давайте что-нибудь поставим другое. Ну, хорошо, говорю. Я посмотрю, что у меня есть. Начал смотреть, показывать заказчику, да, фото-видео. А у циферблата синий люминофор. Понимаете? Она даже, чтобы как-то гармонично было. И подобрать удалось синим люминофором стрелки тоже, кстати, Rolex. Это у нас от Data Just. Там, я не знаю. Ну, вот от таких моделей. Но он говорит, ну, хорошо, давайте хоть их. Вот. И поставили их. Так что, вот, получились вот такие партизанские часы. На каучуковом ремешке просто лаконичные, черные, строгие, вот такие. Как вам? Такой вариант. Вообще, без опознавательных знаков, да. Если кто-то, даже сейка, вот, даже сейка человек не захотел, чтобы было просто сейка. Вот. Ну, и седьмые на сегодня. Седьмая вариация, друзья мои, тоже у меня такие есть. Это стопроцентный хамаш на Panerai Submersible. С циферблатом, известным циферблатом, Калифорния. Такой циферблат был и у Panerai, и у Rolex. Напоминаю. В винтажном стиле. То есть, винтажный. Почему? Потому что метки, стрелки, люминофор. Видите, он такой желтоватый. Якобы состаренный. Вот. Тоже очень хорошо все свесится. Вот. Можно запустить часы. И скобу вот так щелк. И все. Это у нас не очень большой. Он сороковой. Сейчас еще померяем. Кожаный ремень у такой толстый, хороший. Из толстой кожи. С бронзовой пряжкой. Здесь у нас торпеда, напоминаю, Panerai, с пловцами. Ну, грубо говоря. Вот такой сабмерсибль. Так. Он у нас, по-моему, сорок. А не, нифига. Нет, сейчас, секунду. Да. По Безелю сорок. Ну, здесь сложно, друзья мои, мерить. Сам корпус без этого уха сорок один. Если вот так с ухом, ну, дохера. Сорок восемь. Вот такой. Вот такие вот замечательные часики. Вот. Что я успел уже после Нового года сделать. И порадую людей. Отправил уже всем видео уведомления. Все ждут, заждались. Срочно надо ехать в СДЭК. Все это дело отправлять. Ну что, делайте выбор, друзья мои. Делайте свой выбор. Значит, Сёгун. Сёгун. Титановый Сёгун с метеоритом. Золотой Эксплойер. Два Дип-Си. Чёрная Черепаха. Ну, не знаю. Партизанский Субмаринер. Да. И бронзовый Сабмерсибль. Панирайка Калифорния. Выбирайте. Пожалуйста, выбирайте. И напишите мне в комментариях, друзья мои. Какие часы вам больше всего понравились. Но могу ещё показать, как всё это дело светится. Да. Сейчас выключу свет. Ну, смотрите, да. Сейчас фонарик уберём. Немножечко зарядочку дадим. Вот так вот, да. Ну, видите, что всё, всё замечательно, замечательно горит. Вот, убираем. Вот так. Смотрите. Всё круто. Всё круто. И зелёненькое, и синенькое, и синезелёное. Красиво. Выбирайте, друзья мои. Я переставляю камеру и будем заканчивать. Ну, как вам? Как вам плоды моего труда? Надеюсь, вы выбрали. Смотрите. Замечательные, да? Замечательные часы мне, на мой взгляд, получились. Поэтому, друзья мои, всех прошу к нам на канал. Я все ссылки оставлю, где можно меня найти. Там ВКонтакте, на Авито, ещё где-то. Вот. В планах, друзья мои, сборка, срочная сборка нового стола, который многие из вас помогли мне приобрести, да, путём пожертвований, финансовых пожертвований для канала, друзья мои. Я ещё раз повешу циферки. Мало ли кто-то ещё захочет. Буду признателен и душевно вам благодарен от всей души. Вот. Будем собирать стол. И в коробке ещё много-много предстоит всяких сборок, много заказов, много работы. Купил кое-что интересное. Скоро будут новиночки. Так что с канала-то далеко не уходите. Да, скажи, а куда же мы денемся с подводной лодки-то, да? Всё, братья мои, я вас люблю и уважаю. Анекдот хороший рассказали. В пятницу расскажу. Вспомню былые времена, когда я анекдот рассказывал. Хотя говорили, что я не умею их рассказывать. Но анекдот мне понравился. В связи с прошедшими новогодними праздниками. Так что ждите, друзья мои. В пятницу появлюсь. Всё. Я вас обнял. Желаю вам здоровья и просветания. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok